Задача дипломатов быть основным связующим звеном для поддержания благоприятных отношений между странами. Но сделать это в условиях снижения уровня их профессионализма нелегко. Комитет по делам ЕС Палаты Лордов заявил, что Британия и Евросоюз действовали на ощупь, и украинский кризис застал их врасплох. Отчасти из-за снижения компетенции Министерства иностранных дел в отношении России. Дипломаты признают в этом вину. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета. Катастрофическое непонимание настроений общества накануне кризиса. Во Франции Великобритания тратит в 12 раз больше средств на персоналы и ресурсы, чем на Украине. Дипломатам нравится жить в Париже, Берлине, Женеве, Вашингтоне, а вот в странах, где ситуация сложнее, им работать не по душе. Получается, что деньги налогоплательщиков идут на пребывание дипломатов совсем не там, где это нужно больше всего. Однако тревогу по поводу компетентности британских дипломатов в Соединенном Королевстве били и до кризиса на Украине. Шел 1992 год. Начался кризис в Югославии. Я помню встречу в официальной резиденции премьер-министра. Там был тогдашний глава правительства Джон Мейджор и другие дипломаты. Во время встречи я вдруг осознал, что никто из них не понимает, что происходит в этой стране. С тех пор, мне кажется, ситуация стала еще хуже. В прошлом году глава МИ-6 заявил, что агентству необходимо оперативнее реагировать на угрозы и привел в премьер-уроки, вынесенные из операции в Ираке и Афганистане. По данным Министерства иностранных дел в Великобритании, только шесть из 16 британских послов в арабских странах свободно говорят на арабском. Недостаток знаний языков – симптом более широкой проблемы. Дипломаты не общаются с людьми, живущими в странах, в которые их направили. Если жизнь посла привязана к посольству, клубу для встреч в дипмиссии США и номеру в отеле Интерконтиненталь, он не сможет многого узнать о стране. МИД подтвердил, что владение иностранными языками не обязательно при приеме на работу. После признания правительством своих ошибок, некоторые парламентарии требуют увеличить бюджет дипведомства. Не настало ли время увеличить финансирование нашего внешнеполитического потенциала? Это позволит не только сделать нашу политику дальновиднее, но и поможет в долгосрочной перспективе сэкономить деньги, так как мы сможем избежать ошибок. Если даже власти Великобритании признают, что некомпетентность является одним из скелетов в шкафу Министерства иностранных дел, сколько еще недостатков остаются за закрытыми дверями. Продолжение следует...